Производство модульного здания начинается с изготовления каркаса. По периметру этот каркас изготовлен из швеллера 120 сверху и снизу и поперечных стоях из уголка 20-90-90-20 толщиной 3 мм. После того, как каркасное основание готово, оно соединяется. Потом происходит усиление пола и потолка за счет поперечных влаг. Шагом 59 см как раз то расстояние, которое необходимо для утепления рулонного типа или плит базальки. После того, как пол и потолок готов, мы проходим следующему этапу. Это наружная фасонная работа и отделка модульного здания снаружи. После того, как мы выполнили наружную отделку, модульное здание разбирается и переводится на объект заказчика. Там происходят все остальные работы. В служивной объекте заказчика мы монтируем модульное здание второй раз. После того, как мы скрепили модульные элементы между собой, производится внутренняя отделка модульного здания. В данном случае это панели ПВХ. Пол и потолок. После монтажа панели происходит укладка пола. Точнее поверхности пола. Это либо линолеум коммерческий, либо полукоммерческий, либо соответственно ламинат или какие-то более дешевые аналоги. последний элемент это электропитание и коммуникация модульного сооружения. По необходимости ставим на дустатную крышу и проводим утепление. Продолжение следует... Сейчас происходит очень интересный монтаж модульного здания. Этот монтаж от стандартных проектов отличается тем, что устанавливать его надо через канаву и через забор. Точно так же надо перевести через линии электропередач телефонной линии. Сейчас мы зайдем на территорию, посмотрим как это все происходило и соответственно видео вы можете это увидеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Данное модульное здание выполнено из швеллера P16, то есть 160 мм, горячекатанного сверху и снизу. Поперечные стойки выполнены из уголка 170 на 150 на 3 мм толщиной. Было принято решение усилить пол конструкции швеллером шагом в 30 см. Соответственно, помимо этого, точно так же заказчик попросил сделать двойной слой ЦСП, на который будет положено специальное спортивное покрытие ReziPol. Электрика в данной конструкции внутренняя утеплена от конструкции базальтовыми плитами толщиной 150 мм. Для круглогодичного, можно сказать, проживания, но использоваться будет только под спортзал. Существует два способа сборки данной конструкции. Первый менее дорогой, второй более дорогой. Первый от второго способа отличается тем, что в первом случае монтируется на участке заказчика. Обычно такая сборка занимает в районе двух недель данного конструктива. То есть тут варится каркас, полностью утепляется, обшивается. И второй вариант. Это когда уже готовые модули приезжают сюда в собранном виде на 90%. Их остается только соединить. Соответственно, заказчик принял второй вариант сборки. Это когда модули приезжают уже в готовом состоянии на участок. Только потому, что он не хотел, чтобы на его участке проходили какие-то движения, связанные со строительством. И, соответственно, кто-то тут находился более одного дня.